Мне удалось побывать на образовательном форуме «Наше пространство», посвященному образовательным технологиям. Сейчас мы увидим некоторые кадры, а также отрывки из моей лекции про гончарное искусство. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Артем Войтенков, ведущий канала «Познавательное ТВ». Образовательный форум «Наше пространство» — это такое необычное пока явление, потому что здесь собрались люди разного плана. Это и преподаватели, и родители, и педагоги, и люди, владеющие какими-то знаниями, какими-то методиками. Но их объединяет то, что они понимают, что современная система образования избрала какой-то тупиковый путь. Она идет совершенно каким-то странным путем не обучения детей, а запихивания их в некую систему, в которой они будут просто какими-то винтиками. И поэтому и родители, и люди, так сказать, неравнодушные к образованию, понимающие, что происходит, они стали объединяться. И вот такой площадкой стал форум «Наше пространство». И очень хорошо, что это происходит, что люди понимают, как бы, что творится, и они, что самое главное, что они действуют. То есть они начинают объединяться для решения своих вопросов. В данном случае в сфере образования. Я смотрю блог Ильи Калашникова про керамику, и Илья придумывает какие-то интересные ходы и заходы. Иногда это очень интересно смотреть, особенно, когда там начинаются всякие шутки с инопланетянами, с вращением, с вылепливанием горшка на автомобильном колесе, прям стоящей машины. То есть, по-моему, ни один гончар еще такого не делает. А так у Ильи очень такой подход, совмещающий традиционную керамику. Да, это же тысячелетнее, можно сказать, ремесло. И какие-то новые технологии, новые какие-то штучки. Так что все это выглядит достаточно интересно. Мы вроде хотим что-то инновационное, но на самом деле закрыто для любых новых введений. Инновация возможна только сверху, и то только, если она идет по определенным финансовым каналам. И если это идет по каким-то другим каналам, то есть не системно, то тогда она блокируется. И это не признаки какого-то заговора. Это стандартная ситуация сращивания государства монополия. Это происходило в Германии, происходило в Америке, происходило всюду, где после каких-то кризисов, катаклизмов или революций начиналась формироваться новая система управления. Это болезни роста. Осталось найти начало. Правда я прав? Абсолютно. Да. Правда. Ищем начало. Головоломки Апивницкого. Не надо. Дмитрия. Не надо. Головоломка веса тивенна, свинлядь. А нам не доно, а мне нравится больше всех. Понятно. Знаешь, что ее изобрели все? Да. Все тут изучают головоломки. Я знал. Головоломки. Я знал, что их могу дать только. Я считаю, что это вот самый гидиальный головоломка. Мы ее никогда не выпьем. Последний прикол на крайняк. Последний все собирают. Его по требованию. Требуем? Давайте. Крючочек. Можно поесть на другой крючочек? Да. Мы просто вот вешаем и собираем. Все. Смотрите, здесь вот есть щелка. Одна. Есть вторая. Да, я понимаю, что они должны совпасть. О, да. Совпасть. То есть нужно, чтобы они совпали. Ты можешь настроить стол, короче говоря, и для него. Это конторка базарного. Или просто конторка. Ну, это все лучшее, что мы могли вообще взять. А так уже мольберт у нас получается. Делать фантастики. Единственное, что, ну, как сказать, мы узнали за три дня, получается, до форума, узнали. У нас была новая модель, мы ее еще, короче говоря, толком не дособрали. Я просто вот, как сказать, даже не успел рассчитать новое крепление. Вот здесь вот эту дугу, она должна быть чуть побольше. Вот эта штука, она должна делаться 90 градусов. И здесь можно рисовать сразу. Фантастика. Замечательный стол для работы стоя. Образовываемся стандартно. И говорим, вот, учи вот это. Он говорит, не хочу. Вот это, говорит, учи вот это. Не хочу. Он говорит, зачем мне? Зачем, да, да. Нет, ты будешь читать. Зачем? Нет, ты будешь читать. А есть третья, вот, которую я упрощаю всю действительность. Есть стержень, на который мы нанизываем, помните, игра такая есть. Вот эти вот, пирамидка, да. Стержень, вот мы на нее нанизываем все знания. Здесь и русский, и физик, и биология. И, в общем, вся программа, которая у нас присутствует в школе, очень прекрасно укладывается, но на дело. А дело это может быть любым. Я не говорю, что вот гончарное дело, это панацея. Я, как правильный гончар, написал формулу каблука. Потому что от неправильной жизни, вот, пупок уходит вверх или вниз. Но женщины научились с этим бороться, они придумали шляпку или каблук, чтобы восстановить гармонию. Так вот, человек понимает эту гармонию совершенно однозначно. 75% людей выбирают гармоничную Е. Вот только после института я узнал, что такое золотое сечение. Потому что это сборка всех знаний отовсюду. Она и в биологии есть, видите, здесь. И в геометрии сосудов. Потому что, когда мы рисуем горшок, вот эта вот часть, вот эта часть, это золотая спираль Фибоначчи. Краски – это металлы. Потому что все органические краски почти, они выгорают. Последний выгорает сажа. А как быть с биологией? Оказывается, есть традиционная, народная, длинными корнями уходящая в традицию, способ, как брать эти оксиды из обычных растений. Мы берём корень дуванчик, собранный в полнолуние. Его сжигаем. Получаем золу, в которой есть определённые оксиды, которые дают нам, допустим, жёлтый цвет. Берём цикорий, сжигаем его. Получаем золу, которую нам даст при оплавлении красный цвет. Но мы сейчас не знаем, какие растения дают какие цвета. И вот они, ваши средства выразительности. А дальше вы их комбинируете. Прямую с параболой, параболу с эллипсом, окружность с параболой, окружность с прямой. И получаете наши несколько сотен форм. У нас другие мировоззренческие характеристики. Это мощь, сила, крепость и воля. И как ты пьёшь из этой посуды, ешь из этой посуды, ты становишься таким же человеком. Ты становишься мощным, крепким, волевым. А ешь из греческой посуды, ты становишься греком. Мы ели из чёрной посуды. То есть, это традиционная 17 века посуда чёрная. И оказывается, на планете три цивилизации всего ели из чёрной посуды. Видите, как здесь и химия, и история, и физика. У нас недостаток воды в организме. Вот как раз из-за того, что влажность маленькая в помещении, бетон, гипсокартон абсорбируют воду. Я говорю про глину. И если мы лепим, то вода сквозь руки в вас входит. И она в каком-то более природном состоянии, уже минерализованная правильно. И она быстро наполняет ваш организм водой. И я вот это заметил на мастер-классах, когда приходят люди, через три минуты, три минуты, особенно у курильщиков, разваливается комок. Просто разваливается в клочья. Надо новый брать. Новый даю, через три минуты то же самое. Я 20 минут леплю. 20 минут. Ничего с ней не происходит. Но я перейду к кругу, да, плавно, наверное, тогда сюда. Я выкручу горшок, и мы на нём распишемся. Автограф. А до горшка я хотел бы вот эту штуку показать. Вот эту. Что это такое? Да, уже кто-то производит. Нет, это всё, это отделка. Дерево, кстати, тоже 50%. Да, в таком горшке я гречную кашу. Да, это как бы к вам, спасибо. Хорошо лежит. Именно в моей печи 950. Да, уже хорошо. Да, уже хорошо. Да, традиционное оставление автографов на горшке. Можно по общему кругу пускать. Это горшок выпьем? А, да, да, да. Меня зовут Елена. Я из Мятлиева, Калужской области. Я ей очень благодарна за урок. Это фантастика. Видеть, как вы работаете, видеть, что получается. И вот не хочется выпускать из рук горшочки, чашечки. И смотришь на вашу работу, и познаёшь весь мир вокруг. Просто радость для сердца. Спасибо. Благодарю. Меня зовут Ольга. Я приехала из Владивостока. И я очень благодарна Илье. Потому что это вещи, о которых говорит Илья, они настоящие, они про жизнь. И они близки моей душе. И, думаю, другим людям тоже. Это что-то важное, настоящее. Это то, мимо чего не хочется проскочить. И это то, чем хочется наполнять жизнь. Вот я, наверное, так скажу. И просто я люблю всё это. Я люблю глину. Я люблю что-то делать руками. Я люблю что-то узнавать новое. И я очень рада. И мне повезло просто, что я здесь оказалась. И от Ильи не хочется отходить. От него исходит удивительная, магическая какая-то энергия. И в него хочется вглядываться, вслушиваться и задавать вопросы. Даже если вопросы забываются. Хочется постоять и побыть рядом. Это какая-то удивительная энергия. Так, к чему приводит образование альтернативное? Значит, мы можем брать и писать в разные стороны. Двумя руками. Потом сочинение и изложение придётся через... Это символ женского начала и мужского. Символ женственности и мужественности. Два разных текста можно писать. Да. Так, мы вручаем вам сертификат. Давайте похлопаем. Спасибо. Изучайте все свественную грамоту. Илья Александрович, торжественно вручаю вам диплом почётного гостя и участника. За то, что вы здесь приняли участие, да. И прям без вашего участия здесь было бы совсем не так. Очень плохо и скучно. Сигарев Сергей Иванович. Я являюсь инструктором лагеря навыка. Живу в Сочи. Значит, мы на форуме «Моё пространство». «Моё пространство», не «Наше». Хотя он называется «Наше пространство». Илью долго ждали. Вот такую великолепную вещь выкрутили. Сейчас мы её подпишем для истории. Напишем, на каком форуме она была сделана. Я вижу уже здесь росписи людей. Ну, вообще, три дня очень круто было. Очень круто. Конечно, форум замечательный. Организаторы говорят, что такой форум каждый год будет проходить, а то и два раза в год. Дай бог. Сейчас мы находимся недалеко от Пушкина Московской области. Рядом с нами населённый пункт, не знаю какой, а вверху детский оздоровительный центр Пушкина. Вот мы здесь в лесочке, на реке Скалби, на берегу реки Скалба. Вот, посмотрите, люди. Сейчас у нас обед. Шикарно. Можем сейчас отведать супчика горохова, наверное. А я сейчас подписываю горшок в данный момент. Написал свою фамилию, дату ставлю и напишу наше пространство. Глиняное пространство переносится на глину. Простер... Простер... Ну, ещё не дописали. Анства. Продолжим. Простер... Анства сейчас будем писать. Удивительное дерево. Такие наросты большие. А на самом деле это тоненькая ёлочка. Прежде чем пробовать, вы просто знаете, что у вас клубника хорошая, она там где-то в июне поспевает. Так, понимаете, а вот в мае месяце, ну подумайте сами, ну какая клубника? На. Кустая. Но съел. Спасибо, дорогой. Кирилл Лебедев, устроитель фестиваля. Стоп, так. Помоги человеку, плохо без Виктории. Нези, тем не си. Вот так надо клубнику вывать, а не конфетами. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok